Вчера вы по группам делали какие-то проекты, и наша задачка будет на самом деле на тех компьютерах, где Ansys идет и работает, в крайнем случае, соответственно, это будет на моем компьютере, и там еще нескольких, 100% загружающихся компов, чтобы смоделировать то, что вы делали вчера, собрать эти модельки, и до того, как мы еще получим готовые образцы ближе к вечеру, когда сутки пройдут после прессования, понять, что вообще у нас будет происходить с нашими образцами, и проверить соответствие данных, таких, которые мы получим из модели построенной, и данных, которые, соответственно, мы получим уже из реальных образцов. Каков процесс вообще нашего нагрева, и вообще, что происходит у нас с деталями, описывается из двух анализов. Первый анализ – это анализ нагрева, то есть ток у нас будет повышаться температура, ток она будет распространяться у нас по образцам, и второй анализ – это у нас анализ уже деформации физических, когда нагрев превращается в упругую деформацию. Поэтому здесь у меня представлено два вида анализов. Это анализ B и анализ C. Анализ B – это у меня steady state thermal, это, соответственно, анализ, направленный на проведение стабильного состояния термического, то есть это без дифференциально сложных уравнений, это просто обычный нагрев, это обычное солнечное излучение, это может быть излучение какой-то лампочки, может быть, это теплопередача внутри компьютерного корпуса, но в целом это все простейшие процессы, это самый обычный, стандартный статический анализ. Второй анализ – это static structural. Как видно, здесь ведут связи. От результатов анализа steady state в анализ structural. Structural анализ – это анализ нагрузок. Скажем, если мы будем считать с вами конструкцию какой-то фермы, какое-то здание, предположим, какой-то механизм на нагрузке, то есть силы, давление, гравитация, взаимодействие с другими объектами – это все static structural analysis. Он у нас есть вот в этом боковом списке, он называется static structural. Вот он здесь у нас отдельно выделен. Самое простейшее – это самое первое, из чего начинался, собственно говоря, ANSYS. Каким образом вообще в ANSYS переходит геометрия? То есть каким образом геометрию, которую мы где-то создали, мы можем перекинуть в ANSYS? Ну, как я уже понял, что проблем с этим очень много, но все они, в принципе, решаемы. Во-первых, ANSYS не понимает 13-го автокада, но он понимает 12-й. И если у вас стоит ANSYS и 12-й автокад, у ANSYS есть такая штука. Вот если посмотреть на самую папочку ANSYS в утилитах, один из модулей у него называется CAD Configuration Manager. Запускать его нужно от имени администратора. И здесь можно выставить связи со всеми CAD-системами, которые у вас стоят. То есть здесь я выделяю Workbench и ANSYS Geometry Interfaces. И здесь у меня есть CAD-продукты, к которым я хочу сделать линк. То есть это у меня, скажем, автокад, инвентар, я их выделяю и к ним я линкуюсь. То есть к ним у меня присоединяется. Когда я здесь делаю галки, выбираю, после этого я иду в CAD Configuration, нажимаю на «Сконфигурировать выбранные CAD-интерфейсы». Не факт, что сейчас пойдет… Ну вот, а CAD у меня 13-й, поэтому он его не понял и не получилось ничего. Зато у меня AI Inventor 13-й, он меня понял и говорит Configuration Success. Все окей, да, хочу выйти. Таким образом это происходит, скажем, очень удобный интерфейс того же самого инвентара, поэтому я хотел, чтобы он у вас стоял, но сейчас это уже не так важно. Ну, предположим, что у меня есть Inventor-файл. Также это может быть, если у вас стоит автокад, то может быть автокадовский body, solid. Но это нормально. Крайно можно присоединяйтесь. К чему? Крайно. Вчера мы пробовали через Step IGS, но почему-то у нас получилось только через Inventor. Возможно, что просто какие-то глюки нового ANSYS, но вообще по идее должен, потому что он понимает все форматы IGS, Step, XT, то есть все стандартные форматы параметрики он должен понимать. Но это его задача основная – понимать все эти форматы. В принципе, геометрический импорт делается так. То есть, когда мы создаем какой-то объект, то есть вообще, если я начну пока новый проект, пока вы свой проект оставляете, я просто покажу, как создавался этот проект по нулям. Начиналось все с того, что я грузил геометрию. И геометрия, она может набираться либо сразу же уже в готовом проекте, то есть я просто перетаскиваю вид анализа, который мне нужен в окошко, и вот у меня высвечивается все здесь, а могу взять отдельно, набрать геометрию и подсоединить ее, скажем, вот, только это наоборот надо было делать, надо было удалить это, вид, да, это надо было удалить тоже. Сначала было геометрию вытащить, а потом уже линковать. То есть сначала вытаскивается геометрия, а потом к ней, скажем, уже линкуется какая-то другая. То есть, в принципе, одной… Ну да, ну в принципе, ты сначала создаешь геометрию, а потом к ней линкуешь разные анализы. То есть проверяешь одну и ту же геометрию, скажем, на static structural, могу также проверить, скажем, ее на модальной нагрузке, эту же геометрию. И таким образом у меня выстраивается такой довольно большой пайплайн анализа, когда одна геометрия – источник для разных анализов, то есть для разных исследований. Вот. Вопрос в том, где у меня инвентар. Что с ним? Где он гуляет? Что он ко мне пришел? Ну ладно, пока он там грузится. Значит, когда мы открываем геометрию, у нас открывается дизайн-моделлер. Это самая первая штука, куда мы впадаем. Она позволяет нам… О, нет, она сейчас загружается, слава богу. Значит, сейчас загружает дизайн-моделлер, который позволяет нам как раз-таки импортировать геометрию в ANSYS. Вообще, раньше, в 13-м ANSYS можно было создавать геометрию внутри самого ANSYS. То есть там был нормальный скетчинг, можно было нормально делать лофты и экструдии. Что-то сейчас поменялось, и я не могу найти, куда все это делать. То есть скетчи могу создать, а дальше для инструмента ничего не высвечивается. Поэтому приходится пользоваться внешней геометрией. Для этого есть функция Import External Geometry File, внешняя геометрия. Вообще он понимает очень много форматов. И это и автокадовский, и инвенторовский, и JT, и в общем всевозможные парасоли включают. То есть форматы всевозможные, и он должен их подхватывать вообще напрямую. Сейчас я открою файлы наших пластин, первых, которые мы вам показывали, и на них мы потренируемся. Они инвенторовские, но также это мог быть автокадовский файл, то есть он его без проблем, в принципе, подхватит. Сейчас я открываю файл. Дальше здесь появилась менюшка импорта, и мне нужно сгенерировать файлы, которые мы создали. Я нажимаю Generate. Дальше запускается интересная штука. То есть на самом деле для того, чтобы произошел импорт, из какого-то формата нативного, скажем, формата инвентора должен стоять инвентор. Из формата автокада должен стоять автокад. То есть если форматы не внешние, типа степа, типа IGS, а форматы нативные DWG, формат нативный IPT, формат нативный PRT, это для Сольдворкса и так далее. Ну вот ко мне пришла наша моделька. Самое интересное, что из-за того, что она пришла из нативного формата, у меня они уже сразу с названиями, с площадями, только как из материалов. Вот у меня они пришли, тут на самом деле две полоски. Вот они у меня там созданы были в инвентаре. Обычные две полоски кадровские. А размер? Размер я сдал в инвентаре. То есть еще когда создавал сам объект, сейчас я его открою. А если правильно сделать модель, экспортировать ее, допустим, в кадовский формат? Вчера мы пытались, не получилось. Вообще должно работать. Может я заработаю. То есть это все просто зависит от условий. В принципе должно. То есть это вот, ну, сейчас я попробую, на самом деле, сохранить все это дело в формате кадовском. Сейчас экспортирую геометрию в формат CAD. Например, в формате, ну, самый такой, наверное, ходящий формат из всех, это, наверное, STEP. И STEP лучше выбирать 214. Это прям такой стандарт-стандарт в области моделинга. И можно пробовать импортнуть сюда еще эту штуку. То есть также импорт экстренной геометрии. Здесь я выбираю IST STEP. STEP-ский файл, наверное, да? Да, это STEP-ский файл. Попробуем сделать GENERATE. Ну, да, кстати, вот у меня импортировался еще без проблем. То есть у меня из формата внешнего также пришли ко мне тела. Вот они два здесь есть. Просто они дублируются. Сейчас я отменю этот шаг, мне он был, в принципе, не нужен. Сейчас, DELETE. Да. Ну вот. Возвращаемся к нашим телам. Следующий шаг, к которому мы идем, это формирование модели. То есть модели нагрузок, модели работы с геометрией и всем остальным. Открывается Mechanical Designer, такой базовый совершенно пакет ANSIS, в котором все происходит. Здесь у нас есть геометрия и все остальное. Вообще, каким образом происходит анализ? Вообще, что это такое? Ну, если вы помните физику еще школьную, как таковую, когда мы рисовали какую-то блок схему, даже механике, скажем, куб, покоящийся на плоскости, мы просто рисовали силы, приложенные к центру масс, мы рисовали границы, мы не рассматривали саму структуру. Нам не интересно, какая масса каждого атома, нам интересна масса, скажем, груза целиком. Нам не интересно, какая плотность, какая упругость, нам просто важно, как объект реагирует с внешней средой. Поэтому, когда мы говорим о конечным элементном анализе, мы все тело разбиваем на сегменты, конечные элементы. Каждый элемент как клетка, только довольно крупная, имеющая свои свойства. А мне интересно, она находится внутри тела, нужна только граница. То есть мы просто исследуем взаимодействие внешней среды и внутренней с приведенными к ней силами. Поэтому очень важно сгенерировать МЕЖ. МЕЖ – это как раз-таки сетка, которую генерирует сам МАНСИС по нашим деталям. Где нужно, он ее уточняет, где не нужно, он ее делает тонкой. И вот он нам сгенерировал МЕЖ. То есть это базовый, конечный элемент клетки, из которых состоит наш объект. Сгенерировалась сеточка. Вот они у нас МЕЖ здесь есть. Сетка у нас готова. Плюс еще есть клевая штука, называется Connections. Она указывает о том, что у нас эти объекты между собой соединены и соединены у нас без зазора. Но это вот из-за того, что я создал в CAD-формате, и у меня были две детали между собой слеплены. Из-за того, что они были слеплены, МЕЖ сам понял, что они у меня слеплены, и зафиксировал их одна рядом с другой. Так мы находимся сейчас в static structure, в анализе, а не в анализе thermal. Я могу просто показать влияние гравитации пока еще без нагрева на нашу детальку. Мы закрепляли нашу деталь в тисках. Как вообще симулировать тиски? Тиски – это на самом деле жесткая фиксация. Это саппорты. Разные саппорты здесь совершенно существуют. Это Fixed Support, Displacement, Remote Displacement, Frictional Support, то есть это, соответственно, заделка с определенным коэффициентом трения и так далее. Мы выбираем сейчас Fixed Support и фиксируем одну грань и вторую грань. И я говорю Apply. То есть здесь вот геометрия выбирается, и геометрию я говорю применить. То есть вот у меня зафиксированы есть две детальки. Сейчас я вот это скажу, и дальше будем пробовать, потому что надо посмотреть, как еще это получится по этой штуке. И дальше, соответственно, внешняя нагрузка – это стандартная земная гравитация. Но она у нас будет идти по оси Y и вниз. Это указывается здесь – ось Y и вниз. Ну, в принципе, все. То есть мы сделали заделку, мы сделали гравитационную составляющую. После этого говорим Solution. Можно разные Solution. То есть что он будет у вас исследовать? Какие будут строить вам графики? График нагрузок, график деформации. Скажем, мне нужна деформация и общая. Total Deformation. И я говорю Solve. Решай. Ну, после этого происходит какое-то время, проходит какое-то время, у меня решатель работает. Все еще работает. Единственное, что я не показал, каким образом мы материал назначили. Сейчас там сталь стоит в качестве материала, на самом деле, и на тот, на другой. Вот так у нас эта штука изогнется. Только надо сейчас поставить. Ну, три к трем, ладно, сойдет. Под действием силы тяжести. То есть если бы она у нас не расширялась никак, а просто бы на нее давилась сила тяжести, то под действием силы тяжести она у нас вот так вот загнется. При этом изгиб будет равен... Так, метр плохо. Юниты, пускай будут миллиметры, метрик. Всего лишь на полтора миллиметра максимум. Если я поставлю масштаб один к одному отображения труски, то изгиб будет практически незаметен. То есть под действием силы тяжести наша пластинка практически не изгибается. Вот, теперь я хочу, чтобы вы сделали, да, все, у кого есть эти файлы, вообще, у кого запустился ANSYS, попробовали просто взять... Вот хороший вопрос. У кого стоит ANSYS и автокад одновременно? Точнее, работающий ANSYS и автокад? Только у меня десятый автокад, а десятый он не хочет. Ну, то есть напрямую даже, то есть даже через импорт не хочет? Что за беда? Вот, надо через импорт попробовать. Вот те, у кого стоит автокад и ANSYS, сейчас ей задачка очень простая, на самом деле, сделать... Хотя мы по одному образцу из того, что вы делали вчера в автокаде. А давай я сначала прямо на одну примерку... А, ну давай. А, ну давай, 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 да. Теперь мы должны взять вот здесь такая штучка геометрия и перетащить ее вот сюда. Вот тут есть компонент систем, геометрия, перетаскиваем. Вы можете в этом же, в этом же, в этом же проекте, скажем, у вас вот есть проект, сейчас, секундочку. Так, пять секунд. Да нет, не надо, потому что можете вывалиться, это вообще страшно. Ты что? Да? Да, не дай бог. У вас есть проект у вас, вот этот, да? Вот сюда же перетаскивайте еще одну геометрию, вот так вот просто перетащили, у вас появилась еще одна такая вот геометрия. В корне. Из точка СТП, ну должен там лежать, на твоей. Вот. Если вы перетащили, то должны нажать на геометрию с вопросиком. Они удивляют, что ничего не сгружается. На самом деле он работает, но просто медленно. Геометрия вот здесь вот, Company Systems. Просто взяли, отсюда перетащили вниз геометрию. Два разных? Можно два разных, можно перетащить, я перетаскиваю. Мне нравится drag and drop. То есть это получается два разных объекта. Один – это пластина, а нижний – это который у нас сейчас. Нет, 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 нет. Это общий вид проекта, там может вообще разная геометрия быть. Просто это общие разные исследования даже могут быть. Верхний – это наша пластина. Нижний мы сейчас будем воссоздавать то же самое, но сами, по шагам. А верхний – просто образец для нас. Так просто на самом деле у него структура очень похожа на гроскопе. То есть если что вы внутри на одного листа можете содержать довольно-таки разные алгоритмы, они могут быть даже не связаны. То есть вы просто накидываете сюда компоненты. Когда у вас открывается геометрия, то есть два раза вы нажали на геометрию, у вас появилось, если два раза нажимаете на геометрию, у вас появляет через какое-то время DM-окно зелененькое. Выбираете здесь миллиметры и говорите «Окей». После этого должна появиться вот такая вот надпись XY, ZX, YZ планы и количество частей. Ноль частей, ноль тел. Пока еще ничего нет. Если вы все это видите, я не слышу дружного «Да, мы это видим!» Мы нажимаем «Импорт внешний геометрический файл». External geometry file. И тут мы должны выбрать как раз тот самый «IST стп файл» открыть. И ничего не произошло. И это нормально. Потому что мы просто сказали ему, что он должен, но когда ему выполнить эту функцию, мы ему не говорили. Поэтому нужно нажать «Generate». И буквально за секунду появляются все парты, все бади. и вот у меня все, эта штука уже вся здесь. Значит, удивительно быстро. Сделано? А ты сохранить? Что? Не, вообще сохранить. Не, все хорошо. Вообще, все отлично. Тихо. Она заработала. Так, значит… Никого еще не работает. Никого еще не работает. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...